МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокий профессионализм, обращенное в профессию творчества. Как прекрасно, когда человек выбирает профессию не по необходимости, а в созвучии с душевными склонностями. Сцена вторая, дубль первый. Профессия каскадера всегда овеяна орелом романтики и героизма. Но это не только опасность и риск. Это прежде всего тщательная разработка трюков. Об этом нам поведает каскадер, актер, который нынче снимается в зарубежных сериалах. А впрочем, он и сам здесь, на площадке. Ямиль Джаматаев собственной персоной. Достаточно необычное, экстремальное и непредсказуемое такое появление. Наверняка, ты привык, да? Конечно. Когда впервые появился на съемочной площадке? Я работал как каскадер. Раньше только на шоу, на конных шоу, на выступлениях. Но первая моя картина полноценная, это получается Курманжан Датка. Ну и каково приходилось в женской одежде дублировать главную героиню? Ну, это особенности профессии. В принципе, ничего сложного, если не думать об этом. Ну, а мы слышали, что ты снимаешься сейчас в голливудских сериалах и играешь с голливудскими звездами. Каково это? Потому что там свои нравы, нюансы и капризы. Да, свои тонкости есть. К этим условиям приходится придерживаться, соблюдать правила, нормы, нормы поведения. Много отличий от работы здесь и там. А в гонораре, в денежном эквиваленте? И в гонораре также. Да, сколько получает каскадер, который снимается в голливудских сериалах? Ну, во-первых... Только не надо говорить, что это коммерческая тайна. Это коммерческая тайна. Правда? Правда. А вот султан Дикамбаев здесь, наш легендарный каскадер, я думаю, что он немножечко приоткроет завесы тайны. Должен думать о профессии, а не о деньгах. Если ты же думаешь о деньгах, то уже можно поращаться с этой профессией. Он совсем юнцом появился на площадке? Ну, не совсем, конечно. Он уже такой бодренький. Зрелый, так скажем. Да, зрелый, который прошел все. Он же участвовал и в боях без правил. Вообще, хорошую школу прошел. Он же пришел по стопам своего отца, Эдели Молдалеева, который тоже легендарный каскадер. Из чего состоят твои будни? Сегодняшние будни состоят из тренировок. Во многом тренировки, потом организационная работа, подготовка к трюкам, постановочным сценам. Так как сейчас, вы знаете, в Кыргызстане снимают много фильмов, рекламных роликов. Кое-где мы участвуем, кое-где мы задействованы. Где-то снимаем демо-ролики. Но это, наверное, не все измеримо в сравнении. Тот опыт, который мы приняли там, мы хотим, чтобы так же киноиндустрия Кыргызстана работала в таком же русле. Что-то из того, из запада хотим привить у нас в стране. Султан, какая перспектива у Джемиля? Очень хорошая перспектива. Он всегда старается, постоянно в хорошей тренировке находится, в хорошей физической форме. Кроме этого, он занимается вор попросами, на нем лежит общественная работа, он является вице-президентом гильдии каскадеров. Джемиль, звездная болезнь тебя не посещала? Нет, почему? Она не может меня посещать. Потому что я делаю свою работу, я делаю трюки и узкий круг профессионалов. То есть это наши же каскадеры, либо на съемочной площадке, люди знают, что ты сделал. Ну, то есть узкое количество людей знает, что ты можешь, на что ты способен. А широкая общественность? И оценивает тебя. А широкая общественность, это не принципиально. Я предлагаю сейчас посмотреть твой трюк. Ну, конечно, на экране появится главная героиня кинофильма Курман Джан Датка. Курман Джан Датка В самой картине представлена работа султана Дикамбаева. Он дублировал главную героиню Курман Джан Датку. Превышающий по опасности трюк смог выполнить только именитый каскадер Усенку Дайбергенов. Именно он вошел в книгу рекордов Гиннеса, прыгнув в воду верхом на конец высоты в 27 метров. Ну, жизнь актеров, и в том числе каскадеров, она полна курьезов. Я уверена, что курьезы были, в принципе, и в твоей жизни. Да, где-то путали именно... С героем? С героем, да. Как-то... Признавались в любви? Нет, просто, ну, обращались как к актеру, думали, что это, ну, суперзвезда кто-то, да. Суперзвезда голливудская. А тут, да, каскадеры. Джамиль, вы очень симпатичный парень. А какие девушки вам нравятся и нравятся ли мы вам? Спасибо. Нравитесь? Многие мои друзья, иностранные каскадеры, всегда подчеркивали красоту наших среднеазиатских девушек. И я считаю, что нам повезло то, что у нас в Средней Азии очень красивые женщины. И плюс к тому, что у них есть воспитание, именно восточное, традиционное воспитание, когда есть уважение к мужчине, уважение к семье. Но ваше сердце еще не покорено? Ну, это трудно сказать. Это в смысле как? Спустя три минуты трудно сказать, да, после этой девушки? Ну, нет, это просто... Или вы умалчиваете? Я умалчиваю. Лучше об этом. Так девушка есть или нет? Девушка есть или нет? Есть. А, уже есть? Есть. Все, вы опоздали, девушка. Самое необычное перевоплощение за всю историю вашей карьеры. Каждый раз приходится перевоплощаться в разные эпохи. В разные эпохи. То в одном месте мы можем играть, то в Великой Отечественной войне, то в войне монгольской против Китая, либо джунгары против кочевников. Но самыми необычными иногда бывают перевоплощения в женщин. Ну вот я и спрашивала, каково это было в женской одежде дублировать? Знаете, как я вам скажу? В женской одежде вот старые... Потому что своя пластика движений, да? Да, вот костюм или чек, национальная одежда, именно женская. Я очень горд нашими опашками, потому что такую одежду носить, это очень трудно для меня. Мы недавно просмотрели с нашей творческой командой все твои трюки и были поражены твоим профессионализмом. Сейчас я предлагаю всем нашим зрителям посмотреть нарезку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько вам раз приходится падать? Каждое падение приходится отрабатывать. Это не просто случайное падение. Каждое падение тренируется и отмеряется вплоть до каждого движения тела. Потому что где-то если что-то... То есть точный расчет. Если что-то где-то сделано неправильно, это травма. А травма есть? Нет. Я с тобой общаюсь и вижу в тебе твоего отца, Идиля Молдалеева. Каскадер. Потрясающий человек. Я предлагаю сейчас встретить. Все-таки благодаря ему ты обрел эти навыки. Обрел вот это профессиональное кредо. Давайте встретим Идиля Молдалеева. Сегодня он снимается в российских фильмах и в голливудских сериалах. Все-таки уже есть профессиональный уровень. Прошел несколько ступеней. Какие напусти вы каждый раз даете? Потому что вы разъезжаетесь по разным странам, я так поняла. Он уже как профессионал состоялся. Раньше я личным примером воспитывал. Делай как я. Делай со мной, делай лучше меня. А сейчас он уже делает... А сейчас он говорит, пап, делай как я, да? Делай лучше меня. Теперь мы уже как бы полноценные партнеры. Как профессионал уже состоялся. А он делает вам замечания? Да. А какие интересные? Готов, что ли, делать трюк. Страхует меня, подсказывает профессионально, потому что взгляд уже другой. Просто нормально взаимосотрудничество такое идет. Вы часто стыкуетесь на съемочной площадке в одном и том же проекте? Бывает, да, мы вместе работаем. А где вот последние, если проекты вспомнить? Был Викинг, Викинг. В Крыму мы работали в Викинге два месяца. В прошлом году, весной. Да, российский сериал такой, Викинги. Его воспринимают уже как самостоятельную личность. То есть не обращаются к вам как к папе, там, Идиль, там, пусть твой сын не лоббирует через вас интересы. Если ты лучший из лучших, то ты один из нас. Если нет, то тебе не место среди нас. Вы же мечтали наверняка в детстве быть там космонавтом, врачом, полный набор советских детей, да? Что было в мечтах у Джамиля Джаматаева? Ну, если честно, раньше я, когда заканчивал школу, когда учился в университете, ну, перед тем, как поступил в университет, видел себя, наверное, человеком в погонах. Что произошло с той мечтой? Можно было быть человеком в погонах и, в принципе, действующим каскадером, да? Нет. Невозможно? Совместить это невозможно. То есть там дублировать уже другую сферу невозможно? Каскадер — это образ жизни, не профессия даже. И я рад очень этому тому, что я пришел именно в эту профессию. Но вы же были на пути уже к воплощению в реалии. Я был на пути, ну, из-за системы нашей. Да? А ты несколько раз же экзамен сдавал, правда? Я несколько раз экзамен сдавал, потому что я хотел пройти сам. Я два раза проходил весь конкурс из 500 человек. Проходил? Да, проходил. И был в самом последнем туре по 40 человек. Я вновь предлагаю предоставить слово нашим зрителям. В связи с тем, что в киноиндустрии сегодня новые технологии занимают все большее место, вам не кажется, что профессия каскадера себя изживает сегодня? Спасибо. Вы имеете в виду компьютерные технологии? Да, именно так. С приходом новых технологий мы можем позволить себе уже больше то, чего раньше не могли сделать именно в трюковой работе. Сейчас с помощью новых технологий мы расширяем только свои возможности. Предположим, я решусь стать каскадером, да? И дублировать. Обучая кино, каскадерскому делу, это на съемочной площадке. Только? Исключительно? Только на съемочной площадке набирается опыт и обучение. То есть в физкультурном? А здесь это тренировка, да. Ты тренируешь только свое тело, а опыт набирается только на съемочной площадке. А разве в физкультурном отсутствует сейчас отделение? Нет, в физкультурном есть кафедра национальных видов спорта, где я преподаю киргизские национальные конные игры. Я знаю, что вы входите в ассоциацию каскадеров, которая очень активно развернута в Казахстане. И они ценят вот прям так, с благодарностью, с пиететом всегда отзываются о вас и говорят, что самые такие лучшие каскадеры все-таки из Кыргызстана. Мы состоим в группе каскадеров «Намад Станц». На сегодняшний день мы одни из лучших в мире. Даже в мире? Полностью, да. Но «Намад Станц» состоит из граждан Кыргызстана, Казахстана. У нас есть также граждане Болгарии, Австралии. У нас довольно интернациональная группа, и мы не делимся. Предположим, вы приехали на проект. Там каскадеры работают из другой страны. И вы задействованы в одной сцене. И вам необходимо подстраховать друг друга. Ну, возникла личная неприязнь. Такая ситуация бывает или это исключение? Все подчиняются одному человеку, который именно один ответственный за эту сцену. И он разрабатывает и полностью отвечает за весь этот трюк, за всю эту сцену. Предположим, есть сценарий. А вам нужно додумать, где-то, может быть, домыслить. Кто этим занимается из вас? Общее командное решение. Вот были такие трюки, которые, может быть, и энергетически такие затратные, и физически затратные. Высотные трюки. Там очень сложно ставить страховку, вообще обеспечить эту съемку. Подготовка уходит очень много времени на подготовку. Сам трюк-то длится секунды, а на подготовку у нас уходит две недели, иногда месяц. Есть ли у вас трюк, о котором вы мечтаете? Ради трюка. Не бывает такого трюка ради трюка. Мы не в цирке работаем. И рекорды не ставим. Там есть определенная задача, кино историческое, и там ставят определенные трюки. Не обидно ли вам, когда вы выполняете опасные трюки, но вся слава достоится только актерам? Нет, не обидно, потому что знающие люди знают и оценивают наши трюки по достоинству. Я благодарна вам за ваше мастерство. И недавно вы продемонстрировали нашей съемочной группе частичное горение, поэтому предлагаю сейчас посмотреть этот сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok История нашего следующего героя повергнет окружающих в шок. Возможно, появится совершенно новый взгляд на профессию телохранителя. Я предлагаю появиться в этой студии человеку в маске. Это история телохранителя по имени Мурлан. Добрый вечер, Мурлан. Присаживайтесь. Мурлан, вы обратились к нам с достаточно необычной историей. Я даже раздумывала, можно ли открыто об этом говорить, а потом подумала, ну почему нет? Я 10 лет работаю с одним клиентом. Этот человек работает в Белом доме. Личность достаточно известная. И вот он... То есть вы в маске, потому что не хотите обнародовать его фамилию? Конечно, безусловно. И вот, какая история вышла. Этот человек днем, ну, совсем другая личность. Он адекватный человек, чиновник благоразумный. Решает какие-то социальные проблемы. И принимает законопроекты. А по ночам это совсем другой человек. И как бы язык не поворачивается все это рассказать. Ну, сауны, алкоголь. Девки, легкого поведения, все такое. Не было противно вот заниматься этим? Все-таки взрослый парень, у которого есть хорошее образование за плечами, да? Ну, все бы ничего, если бы это не коснулось моей семьи. Вот однажды этот человек, мой клиент, так сказать, шеф, изрядно выпив, отправил меня за город по делам. И пытался изнасиловать мою жену. Я узнал об этом месяц спустя только от жены. Она все, оказывается, все это время скрывала. Но это произошло обстоятельство, этот инцидент, или не произошел? Я стал замечать за женой что-то такое, что-то она, знаете, совсем какая-то другая стала. И я начал расспрашивать, расспрашивать. Вот, и она вот прослезила, все в слезах рассказала, что как-то случилось. Ну, вот я утром же тут поехал к нему, к шефу. У нас, ну, как бы слово за слово, все такое. И я его ударил. Она могла спровоцировать? То есть было ли в ее поведении? Я знаю, вот сколько мы уже женаты, у нас ребенок. А сколько лет вашему ребенку? Полтора годика. Мы как бы недавно стали родителем, а мы женаты давно уже. То есть за этот период вы не замечали подобного? Нет. После такого инцидента что вы сделали со своей, какие меры вы предприняли? Ну, я же до этого говорил, я просто взял их и перевез в другое место. А какие-то претензии к жене я никаких не имею. То есть вы уверены на 100%? На 100%. На 100%. А зачем скрывать лицо и скрывать этого негодяя? Если он действительно негодяй, надо прямо говорить об этом. Не надо скрывать. Говорите прямо. И маску, и брюки, говорите прямо. Понимаете, я не за себя боюсь, я боюсь за свою семью. Тем более тогда, если вы их уже вынесете. Но этот человек имеет огромную власть. В смысле, вам угрожали расправой? Да, мне конкретно угрожали. Что говорят? Ну, то есть я не буду жить на этом свете, вот и все. То есть эти угрозы поступали непосредственно из уст? И в СМС, и в соцсетях у меня в аккаунт приходят, и телефон постоянно у меня... Ну, а вы позднее виделись после этого инцидента? Нет, мы не виделись. Я думаю, что не все сквачено у этого человека, потому что мы готовы проследить вашу траекторию и отследить все события, которые будут сопровождать вас. Хорошо? Хорошо, вы будете держать нас в курсе. Но вы героически поступили, защитив супругу, да? Как вы считаете? Раз он такой негодяй от Пороза, почему вы вообще с ним работали? Почему раньше его на чистую воду не вывели? Тем более были соучастники его оргии и тому подобное. Я конкретно не прямо принимал, я просто приводил, что он говорил. Если вы считаете, что в принципе вы не участвовали, а каким-то образом косвенно, то есть вы же все равно снимали этих девушек легкого поведения, привозили в сауну, правильно? Я не снимал, я просто ехал по адресу и привозил. А вот представляете, если бы, допустим, на месте его супруги оказалась какая-то другая девушка, да? И по сути за нее некому было бы постоять. Я думаю, это страшное обстоятельство для нашей вообще страны и народа в целом. Вот слушай сюда, братан, я что-то смотрю на тебя здесь, ты сюда пришел, ты вообще чего боишься вообще? Слушай, у тебя семья вообще есть? У меня есть семья, вот зачем тебе сейчас там маску? Слушайте, давайте, ребят, охрана. Я сюда приехал, знаешь, своей проблемой поделиться вообще-то. У нас вообще неоднозначная такая ситуация, и в принципе, Нурлан, мне кажется, что выход из этой ситуации все-таки, наверное, снять маску. Может быть, вы снимете и озвучите фамилию того человека, который вам угрожает? Я думаю, что это один из выходов, да? Вот в этой ситуации. Как вы думаете? Вы рискнете? Пожалуй, нет. Если вы надумаете снять маску и обнародовать фамилию того человека, если нет, в противном случае, здесь все-таки есть представители, и Министерство внутренних дел, и СНБ, которые помогут вам разобраться в этом вопросе. Во всяком случае, мы, как творческая команда, будем отслеживать ваш путь. Спасибо за ваш откровенный разговор. Спасибо. Спасибо. Есть такая профессия – родину защищать. Профессия многоликая, разнообразная, а самое главное – благородная, но опасная. О профессии пожарного. Говорят, что не все пожарные боятся начальства, как огня. Сегодня мы встречаем этот вечер вместе с одним из доблестных пожарных. Но прежде сюжет о нем. Каралул, тревога, пожар, быстрее, 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 быстрее. Вот так насыщены трудовые будни пожарного Каныбека Кукошева. Бывает призвание у людей спасать и защищать других. Такие и идут работать в службу спасения, чтобы каждый день смотреть опасности в глаза. Наша профессия, хоть и незаметная, но очень важная. За ним стоит очень тонический троп. Это каждый день тренировки, занятия, выезды, учения. Мы должны быть ко всему готовы, потому что мы спасаем людей. Когда поступает сигнал тревоги, дежурные бойцы должны за 20 секунд надеть спецодежду, после чего немедленно сесть в машину и выехать. От того, как быстро прибудет машина и как они сработают, часто зависят жизни многих людей. Прибыв на место возгорания, бригаде необходимо за полторы-две минуты развернуть пожарные рукава и подключить их к местному источнику воды. Был случай, в одном из столичных базаров произошел пожар. Было большое скопление людей, но мы подоспели за 7 минут и спасли их. Было спасено 42 человека. Пожар был ликвидирован. Тушение огня может длиться от нескольких минут до нескольких суток. За плечами у Каныбека десятки тысяч спасенных судеб и объектов. Порой за сутки поступает несколько десятков вызовов, и пожарные, не успев отдохнуть, мчатся уже на следующий объект. Несмотря на опасность и трудность работы, бойцы с огнем не сдаются и не жалеют о выборе профессии. Ведь каждый день они спасают чьих-то матерей, отцов, детей и внуков. Сегодня доблестный пожарный Каныбек Кукошев, за плечами у которого 27 лет работы в пожарной охране, встречает этот вечер вместе с нами. Добрый вечер. Каныбек, ознакомилась с вашей биографией. 27 лет – это так много. Невозможно даже просто добавить эпитета – доблестный, героический, выдержанный, смелый. Каныбек, а почему такой выбор пожарной охраны? Так получилось, после армии я хотел, сперва, в милицию идти. И первый герой тоже в милицию хотел? И мой одноклассник, друг, он в армии, оказывается, служил в пожарной охране, и он как раз вернулся домой, и он уговорил меня, пойдем вместе, поработай, если не нравишься, больше не переведешься. Вот мы с ним, я тоже с ним пошел, устроился, с тех пор решились. Сколько вы зарабатываете, если не секрет? Ну я получаю 19,5. 19 тысяч? Это достаточно для того, чтобы прокормить пятерых детей, еще и красавицу-супругу? Нет, мы держим хозяйство. Молоко, яйца, куры, гуси. Свой огород, свой овощ, фрукты. Только благодаря этому, да, вы можете держаться на плаву. А были такие ситуации, когда невозможно было помочь обстоятельствам? Ну, разные бывают ситуации. Надо трезво все смотреть и не паниковать. Все. И все можно потушить. Но были ситуации, когда вы не могли помочь людям? Ну, были ситуации, когда спасали одних, но бывали и погибшие. Какими качествами должен обладать человек, который работает в вашей сфере? Чтобы не испугаться. Ну, он должен быть, во-первых, физически здоровым и психически здоровым. Как часто происходит пожар у нас? Ну, это по-разному бывает. Иногда сутки нет пожара. А иногда бывает по 10 пожаров. Вот чаще всего это случайные какие-то вспышки, да? Или по неусмотрению? Ну, это бывает разное. Там короткое замыкание или детская шалость. А какая-то работа ведется с нашим населением? Да, ведется профилактика. По телевизии показывают. А какие советы вы новичкам даете обычно? Вот только пришел человек. Вот только он пришел. Пускай сперва слиться в семью нашу. Ну, со временем все научится. У нас же как проводят занятия, учения. Мы отыскали жительницу Аламедина-1, которую вы спасли в недавнем прошлом. И она с благодарностью вспоминает о вас. А впрочем, она расскажет сама. Вы наверняка помните своего спасителя. Конечно. Как так случилось, что в Аламедине-1 внезапно вспыхнул пожар? Это был случайный пожар? Да, случайный. За 10 минут, наверное, уже пламя весь охватило, первый этаж. Все двери заблокированы были. Мы не могли выйти. Это было подвальное помещение или что? Да, подвальное помещение. И до пятого этажа был дым сильный. В общем, у нас началась паника. У меня внук. Тяжело вспоминать даже. В общем, тяжело было. А внуку сколько лет? Ну, давайте успокоимся. Три с половиной месяца было. Да вы что? Да. Пока пожарная... А вы нянчили внука? Да, у меня невестка, сестра в гости как раз приехала. Ну, вы сообразили быстро набрать пожарную охрану? Или как? Да, сразу позвонили. До приезда уже мы внука уже в пододеальник закинули, привязали. Сыну же на улице еще большой плед выкинули через балкон. И они снизу держали. А мы этот пододеальник быстро вот так спускали внука. А вы это знали, вот эту траекторию, что делать? Или просто уже по наитию происходило? По наитию. Сын как раз на работе, он быстро приехал, сказал, что плед мы выкинули через балкон. И, в общем, внука спасли мы сами, а потом быстро пожарные приехали. Это утром было в 10 часов началось. Мужчины все на работе, одни женщины. И там у нас в подъезде грудничков очень много было. И все начали кричать. Все на балконе с детьми стояли с грудничками. Что вы сегодня произнесете, Канебеку, я не знаю. Может быть, по-матерински обнимете, как сестра, да? Ну, где, где? Где дети? Я задам на семье, всем, прям, чтобы пожаров меньше было. Вот так. И чтобы на охране нашей страны, на защите нашей страны были такие люди, да? Да, такие люди быстро, быстро. Низький вам поклон, Канебек. Но столько грудничков спасли. Я вообще, друзья мои, знаете, преклоняюсь, вот у нас столько настоящих мужчин. Почему? Потому что вот я вижу и думаю, боже, это уважение растет ежеминутно. Пусть таких мужчин будет гораздо больше у нас. Что необходимо делать в первые минуты, когда произошел пожар, да? Вот жертва получила ожоги, ну, 10-15 процентов. Все-таки мы, никто не застрахован от этого. Я предлагаю сейчас выйти Арсению Вислову и представим себе такую ситуацию, что у нас есть жертва, да? И Арсению продемонстрирует, что необходимо делать. Как правило, на пожарах мы чаще всего сталкиваемся со случаями отравления угарным газом или продуктами горения. Что в этом случае надо делать? В первую очередь необходимо эвакуировать пострадавшего в безопасное место, то есть вынести на свежий воздух. Положить его на ровную твердую поверхность. Расстегнуть верхние пуговицы. Расстегнуть поясной ремень. Удан, вы запоминаете? Расстегнуть поясной ремень. Не дай бог, что произошло, да? Повернуть голову на бок, открыть ротовую полость и очистить ротовую полость платочком, прям пальцем. Очистить полностью ротовую полость от рвотных масс или других предметов, которые находятся во рту. После этого проверить дыхание и сердцебиение. Дыхание проверяем на слух. Если дыхания нет, проверяем пульс на сонной артерии. А если вы ощущаете, что пульс не прощупывается? Пульс не прощупывается, тогда сразу же приступаем к реанимационным мероприятиям. Что делаем? Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Для этого необходимо в области солнечного сплетения, вот здесь вот, руки делаем так, две руки. И не сгибая рук в локтях, делаем 15 надавливаний. Но надавление должно быть глубиной не более 4-5 сантиметров. Почему? Потому что при сильном надавлении можно сломать ребра пострадавшему. А можно я попробую? Пожалуйста. Вот так вот, да? Да, вот. Вот так? Да. Так? Да. Получается? Да, да, да. Все, жертва жила. 15 надавливаний. После того, как 15 надавливаний вы сделали, вы запрокидываете голову, открываете рот. И чтобы как-то обезопасить себя, ну, вдруг пострадавшие болеют открытой формой туберкулеза или тому подобное, мы через платочек делаем два вдоха. Закрываем нос и делаем два вдоха. Арсений, а если это красивая девушка, без платочка можно? Ну, в исключительных случаях, если это красивая, очаровательная девушка, можно и без платочки. И не ограничиваться только верхними пуговицами. Можно расстегнуть полностью. Это юмор, юмор! Спасибо, Арсений, спасибо. Вот как приятно смотреть. Подтянутые, поджарые, спортивные. Очень хотелось бы, чтобы все наши парни в Кыргызстане были вот таковыми в любой момент, чтобы встали на защиту страны. Арсений, спасибо большое. Спасибо, Женщик. Спасибо. Он уже спасен. Спасибо тебе большое. Спасибо. Гениал. У ребят такой стаж за плечами. И так мало получают. 19 тысяч на пятерых. Да, к сожалению, зарплата наша как бы недостойна нашему труду. Но государство делает все возможное и невозможное. В прошлом году буквально нам повысили должностное содержание денежное. Мы этому, в принципе, рады. Мы не делимся на новичков, стариков и так далее. Предполагают сразу коллективную сплоченность. Это как у Каскадзера? Это как, ну да, практически такое боевое братство возникает. Случайные люди у нас буквально через месяц-два сами уходят. Они не удерживают, уходят. А часто уходят? К счастью, у нас случайных людей, я говорю, очень мало получается. Даже такой, казалось бы, такой разгильдяя парень приходит к нам в службу. И вот такие вот старики, как мы называем, ветераны, они его не то что ломают, они своим примером его перевоспитывают. А какая самая большая благодарность запомнилась вам на всю жизнь? Ну, был такой случай. После пожара, часть, она пришла, она, бабушка, лет под 80. И она принесла с собой букет цветов. Вот это было незабываемо. Это когда происходило? Ну, это было лет 7 назад. Впрочем, мы, наверное, спросим у вашей супруги, у этой героической девушки по имени Джинлай. Джинлай. Добрый день. Заходите. Джинлай, 27 лет. Ваш супруг служит на защите Родины. И у вас вот такая лялечка родилась. Не сложно быть супругой пожарного? Я люблю своего мужа, и для меня его выбор важен. То есть важен выбор? Да. И вы никогда не говорили, надоели, для пожара. Нет? Нет, 19 тысяч. Ой, не знаю, я вытерпела. А вот 19 тысяч на что хватает? На два-три похода на базар? Какие-то подарки дарит? Да. Да, какие? Вот самый большой подарок какой был? Ой, уже чихает. Какой подарок был? Кольцо. Колечко. Кольцо. Да. Пусть этих колец в вашей жизни будет очень и очень много. Вы заслужили. Можно я вам пожму руку? Да? Какая потрясающая, красивая девочка, такая Альба. Я вот теперь понимаю, почему она вас так любит, потому что вы такой достойный парень, да? И почему вы ее любите? Красавица, спортсменка, да еще и рожает вам таких. Сколько старшему? Старшему 23 года. Ваши будни связаны только с семьей, да? Вы занимаетесь только воспитанием и еще хозяйством большое. Всегда приятно, когда представители мужских профессий и в жизни оказываются мужественными и доблестными людьми. Ну, не секрет, что наших детей воспитывают в основном женщины на всех уровнях. И сейчас, как вы знаете, очень большая проблема с воспитанием мужественности у мальчиков, у юношей. И я вам предлагаю, чтобы вы занимались наставничеством не только на работе и своих детей, но и расширили этот круг, потому что мужчинам это сейчас очень надо. А в обществе, когда есть такие мужчины, как вы, то это общество становится благополучным. Я знаю, что Даниил сегодня пришел не с пустыми руками. И что сегодня наш герой будет награжден, да? Да, будет награжден. Если позволите, даже сейчас. Да. Конечно, и не только приветствуется. АПЛОДИСМЕНТЫ Проявленный ответственность при выполнении служебно-воинского долга от имени командования старший прапорщик Кокошев Конобек награждается медалью за безупречную службу и преданность Родине. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот стоило, наверное, провести эту программу снять, для того, чтобы человек получил свою заслуженную награду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конобек, и это еще не все. Талантливый скульптор Мирбек Туганбаев создал за одни сутки вашу скульптуру. Он слепил по подобию вашему. Правда, по фотографии не знаю, насколько это похоже, но мне работа понравилась. Так что, примите этот подарок, пока я понянчу вашу дочь Амину, а вы со своей красавицы-группой примите подарок. Прекрасное исполнение Чуйского камерного оркестра. Пусть в нашей стране настоящих мужчин будет гораздо больше. Такие решительные, смелые, динамичные. И самое главное, чтобы они были преданы делу. Каждый из нас с вами. Встретимся ровно через неделю. С вами была я, Ассоль Молдакматова. Мы будем вести с вами откровенный разговор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok